Любая эффективная и безопасная тренировка будет состоять из трех элементов. Во-первых, это разминка перед тренировкой, смысл которой заключается в том, чтобы разогреть ваш организм и подготовить его к предстоящей нагрузке. Во-вторых, это основная часть тренировки, на которой вы, собственно, и делаете все то необходимое, что нужно сделать для того, чтобы достичь ваших тренировочных целей. И третья составляющая, о которой очень многие забывают, а еще больше людей даже не подозревают, это заминка, главная идея которой заключается в том, чтобы вернуть ваш организм из активного тренировочного состояния, состояния покоя. Можно провести аналогию с вождением автомобиля. Если вы попробуете сразу газануть с места, то ни к чему хорошему это не проведет. Необходимо включить двигатель, дать ему немножко прогреться, чтобы масло смазало все, и после этого можно стартовать. Точно так же, после того, как вы заканчиваете поездку, мне самой лучшей идеей будет заканчивать ее, резко вдавив педаль тормоза до упора и заставив автомобиль остановиться. Нет, гораздо более безопасно и эффективно и приятно это медленное выжимание тормоза до тех пор, пока машина плавно не остановится. Наш организм также является своего рода механической системой, и поэтому все те же самые принципы относятся и к нему. Про разминку я уже делал отдельное видео на канале, его можно посмотреть здесь или по ссылке в описании. А сегодня я решил сделать отдельное видео про заминку, где более подробно расскажу о том, что это такое, как это нужно делать. Есть три причины, по которым вам стоит начать выполнять заминку после тренировки, если вы еще этого не делаете. Во-первых, во время тренировки кровь наполняет ваши мышцы и отходит от других органов. Соответственно, во время заминки вы восстанавливаете нормальную циркуляцию крови. Во-вторых, заминка успокаивает вашу нервную систему, снижает кровеносное давление, уменьшает выброс адреналина и других гормонов в кровь. И фактически, как я уже сказал, переводит ваш организм из активного состояния в более спокойное состояние. В-третьих, заминка позволяет снизить возможные негативные эффекты от резкой остановки активной деятельности. Потому что если вы даете себе ударную нагрузку, а потом резко прекращаете это делать, то это может негативно сказаться на вашем самочувствии, вплоть до легких головокружений или даже обморок. Заминка позволяет сгладить этот процесс, как я уже приводил описание в примере с автомобилем, и, соответственно, убрать возможные негативные последствия. Ну и последний, наверное, самый важный момент заключается в том, что правильно проведенная заминка позволяет ускорить процесс восстановления после тренировки, а значит сократить время отдыха до следующей тренировки. И это, наверное, тот момент, который больше всего вам понравится. Интенсивность заминки будет напрямую зависеть от того, насколько интенсивной была ваша тренировка. Если в качестве тренировки вы просто немного побегали, немного поприседали, немного поджимались, то, соответственно, и заминка будет достаточно легкой, если вообще будет. Если же на тренировке вы выкладывались по полной, вы уже в конце занятия чувствуете, насколько сильно забились ваши мышцы и насколько тяжелее стало сердце качать через них кровь, то вы понимаете, что заминка должна быть более серьезной, более продолжительной, более интенсивной, потому что разница между вашим активным состоянием и спокойным состоянием, она становится больше. И чем больше эта разница, тем, соответственно, больше работы будет у заминки для того, чтобы сгладить этот переход. То есть логика в том, что заминка начинается с той же интенсивности, с которой у вас была тренировка, а затем постепенно на всем своем протяжении эта интенсивность снижается до тех пор, пока вы не переходите в состояние покоя. Продолжительность заминки обычно составляет 5-10 минут, но здесь все очень индивидуально, и главная ваша задача – это вернуться в состояние покоя. Можно ориентироваться на такой показатель, например, как пульс, частота сердечных сокращений, можно ориентироваться на частоту дыхания и отталкиваться уже от собственных ощущений. Как только вы понимаете, что все вернулось в норму, то заминку можно прекращать. Чаще всего заминка состоит из двух составляющих. Во-первых, это легкие упражнения, например, ходьба и одновременные махи руками, или легкий бег, или легкая езда на велосипеде. То есть, когда есть определенный уровень физической нагрузки, но он достаточно низкий и постепенно снижается до того момента, пока ваш организм не успокоится. И вторая составляющая заминки – это легкая растяжка, растяжка рабочих мышц. Очень часто, очень часто люди путают растяжку в заминке с полноценной растяжкой, направленной на увеличение амплитуды, в которой работают ваши мышцы. И это категорически неверно. Смысл растяжки во время заминки не в том, чтобы увеличить вашу гибкость, увеличить вашу подвижность, а в том, чтобы вернуть сокращенным мышцам, поскольку во время нагрузки они у вас сократились, и далеко не все сами смогли вернуться в исходное состояние, вернуть ваши сокращенные мышцы в исходное состояние, которое у вас было в начале перед тренировкой, на расслабленном состоянии. Это очень важный момент, потому что если вы будете пытаться прожать себя, пытаться растянуться по максимуму, то у вас повышается, наоборот, риск получения травмы. Потому что растяжка сама по себе и физическая тренировка – это два диаметрально противоположных явления. Когда вы тренируетесь, ваши мышцы сокращаются и находятся в укороченном состоянии. Когда вы растягиваетесь, наоборот, ваша цель в том, чтобы максимально удлинить ваши мышцы, то есть делать их даже длиннее, чем они были в состоянии покоя. Если сначала вы по максимуму сократите все мышцы, а потом попытаетесь их растянуть максимально, ни к чему хорошему это не приведет. Именно поэтому, хотя растяжку действительно лучше делать на разогретой мышце, это должны быть именно разогретые, но не забитые мышцы. То есть перед полноценным занятием по растяжке необходимо действительно поделать легкие, опять же, легкие упражнения для того, чтобы прогнать кровь и подготовить организм к нагрузке. Но не следует забивать свои мышцы так, чтобы они стали зажатыми, потому что это, наоборот, будет контрпродуктивно. И это очень важный момент, который многие почему-то путают и почему-то считают, что растяжка в конце тренировки – это вот и есть та самая растяжка, которую нужно делать. Нет. Нет. Растяжку нужно добавить как отдельный тренировочный блок, как отдельную полноценную получасовую часовую тренировку в свой еженедельный график занятий, потому что гибкость в жизни вам очень-очень пригодится. Особенно чем старше вы будете становиться, тем сильнее вы будете терять гибкость в силу естественных причин, в силу смены образа жизни, перехода на более сидячий образ жизни, снижение активности. И поэтому очень критически важно для вашего здоровья – это поддержание той его уровня гибкости и даже его развития, который у вас был в молодости, был в детстве. В этом нет ничего сложного. Поначалу, конечно, тянуться будет тяжело, тянуться будет больно, но чем чаще вы будете заниматься этим, тем будет становиться приятнее. Можете мне поверить. Ну вот, теперь вы знаете о всех необходимых составляющих эффективной и безопасной тренировки. И остается только начать применять эти знания в своих занятиях, не забывать никогда делать разминку. Но разминка – это такая штука, про которую, если вы забудете, рано или поздно вы травмируетесь, и больше вы никогда про разминку забывать не будете. С заминкой все посложнее, и пока вы молоды, пока вы быстро устанавливаетесь после нагрузки, то вы про нее особо думать не будете. Но с возрастом вы придете к тому, что необходимо делать заминку после каждой тренировки, чтобы потом просто не умирать на следующий день или через день от боли в мышцах. Так что я, конечно, мог бы сейчас убеждать вас в том, что все это правильно и все это нужно делать. Но думаю, что пока вы на своем собственном примере не столкнетесь с этими вещами, вы ко мне особо прислушаться не будете. Тем не менее, информацию я всю дал, так что дальше все зависит только от вас. С вами был Антон, канал Street Workout, и увидимся в следующих роликах. Кстати, буду рад услышать ваши предложения по новым видео, что стоит снять, какие, может быть, у вас вопросы возникли. Потому что сейчас у меня появилась возможность снимать более-менее регулярно, и я буду рад снимать полезные ролики, которые будут действительно полезны и нужны вам. На этом все на сегодня. Чуть не забыл. Маечки. Маечки Street Workout снова завезли в магазин. По ссылке в описании можно будет купить. Вся прибыль от продажи одежды идет непосредственно на развитие этого YouTube-канала, поэтому если хотите нас поддержать, то буду очень рад.